всем привет в этот прекрасный вечер сегодня танкобол комментировать буду я надя нельзя мой новый напарник временные антон беловодский судить будут маша фортуна и антон показывать будет дима 55 на карте у нас импровизор и клин они будут судьи по бокам карты привет антон привет надя привет дорогие зрители расскажите ребят вы ждали танкобол ведь его так давно не было вот я очень лично ждала его потому что мне интересен этот конкурс вот он очень такой движовый там такие движения есть поэтому я так думаю интересно будет посмотреть у нас рестартанули битву я представлю команду я представлю красных антону адам синих за красных играет легионер кт 95 011 скорпион 3 2 1 и такой интересный ник 2008 как-то был на каком-то конкурсе то ли победе админа то ли спасти год представишь антон синих да конечно за синих у нас сыграет клинк и клин там маршал 100 мастер саж 22 кстати ветеран наших конкурсов вот со сетей гангстер 2 мега гоши и челленджер ну да представили мы наших игроков у ребят есть время подготовиться есть время перечитать правила потому что у нас есть люди которые судьи следят за нарушениями правил я так думаю что все ребята ознакомились не будет никаких форс-мажоров каких-то нестандартных ситуаций ребята пытаются паркуритом выдают какие-то там пируэты самоуничтожаются переворачиваются я думаю что игра сегодня будет интересная как и в принципе другие предыдущие ты как думаешь антон ну конечно игра будет интересная элементы паркура только приукрасят ее мы это могли замечать на прошлых таких играх когда талантлива главное умело исполнить той или иной элемент и отправить искать мяч на территорию своего противника ну да это еще нужно уметь тут я помню что на прошлой игре у нас были игроки которые старались как-то вмануть соперника подъезжали к линии или заезжали за нее или при сбрасывании мяча получалось что мяч оказывался на их стороне это засчитывалось минусом им ребята клин и импровизор зачитывают правила ну какие-то маленькие нюансы указывают на карте чтобы ребята не путались и все соблюдали потому что мы же за честную игру за честные конкурсы вот также игроки скидывают в чатике вам чатик не виден а нам-то видим главное что игроки могут прочесть эти правила напоминаю что тут так же самое есть система желтых карточек и если вы нарушаете то или иное правило вы можете получить одну или две желтой карточки 2 это дисквалификация да нужно быть аккуратным не сейчас говорит оператор что немножко ошиблась чат включена я тоже посмотрела на трансляции да и там ребята активно общаются вы можете это видеть у нас есть еще две минуты на подготовку но я так думаю что ребята давно подготовились уже вот и уже ждут ждут когда закончится две минуты я так понимаю что клин импровизор хотят показать как все это должно происходить сейчас мяч у клина импровизор на другой стороне он сейчас наверное будет перебрасывать кстати ты сказал антон что не дольше пяти секунд должен задерживаться мяч у игроков они должны его перекидывать или своему сокоманднику или же уже команде противника да большое спасибо ты сказал это за меня но вид видишь на же темп конечно конечно там где по правилам и вижу что игроки и причем-то особо не менялись основной состав такой же какой было на прошлых играх единственно нас есть кейт и то нас еще из такого же клана легионер легионеры да пока не искала вы игроки а скорпион разве был вот я не помню он был на одной из игр но даже если нет то эти игроки знаю сто процентов на голосе между собой обсудили все моменты потому думаю сегодняшняя игра сегодняшний матч и поединок будет более-менее адекватен по крайней мере очень хочется надеяться ну я думаю так и будет происходить вот у нас есть да вот здесь свои силы которые у нас просто ветеран всяких подобных конкурсов наши помощники судей которые в чате которые на карте импровизор клин идут на контакт активно то есть отвечает на вопросы есть какие-либо будут у наших игроков самый главный судья у нас со спека это маша фортуна она не даст нарушить правила зорко за всем следит я знаю машу но наши игроки если тоже заметку либо нарушение обязательно нам об этом сообщат в чатике да ребят если у вас есть какие-то предложения по поводу конкурса или может быть есть какие-то замечания то вы можете написать на facebook мы обязательно посмотрим с антоном с клином все обсудим если говоря фейсбук самая оперативная и быстрая поддержка наших пользователей так что пишите и мы поможем решить вам все игровые вопросы ребята мы уже должны начать да мы стартуем сейчас импровизор сбросит мяч да он сбросил мяч на середине красная команда взяла scorpion 321 он совершает бросок команду синим танк маршал и горшок пытаясь поймать поймал отличный бросок совершает бросок там кажется было касаемо на 10 мы поздравляем с первым забит с первым забитым мячом синяя команда ведет нас осенью да да ведут синие легионер будет бросать он бросает там челленджер будет пытаться поймал поймал не челленджер а танк маршал правиль будет перебрасывать смотри как он прям так развернул очень далеко кстати вот не так часто увидишь такие дальние броски вот в прошлый раз как-то мы комментировали я не видела таких бросков интересных но были тоже неплохие но конечно же это все дело происходит в космосе и поэтому наши мячи улетают так далеко но зевсова сила смотри тоже словил мячик и не дал коснуться сейчас мастер-стаж словит или но нет есть касание 11 до 11 очень круто масть зевсова сила продумал этот вариант и так думаю что он или пересмотрел трансляции но он участвовал в наших конкурсах и поэтому у него очень круто вот смотри он разные стороны бросает этот мяч и уже счет у нас 21 ребята следите за все свои силы чтобы в счет у нас уже 22 сравняли вот вообще танкобол такая штука я помню в прошлый раз у нас был такой разрыв счете а потом ребята так догнали с параллельной команды счет наш мяч ушел в минус и команда синих пытается перевернуть челленджера но 33 это уже 33 это чтобы заболеет ребята к сожалению нашим зрителям не передаются голоса которые проходят конференции трав но смотри какой эффектный бросок от синие команды это касание до 4 3 это касание очень круто кинул челленджер ты переброса знаешь мне на вас показалось что сейчас они даже не перекинули 5 3 у нас счет не докинула команда синих сейчас уже счет будет 6 3 потому что один был не доброс а другой вот ребята не поймали потому что красные у них выработанная уже своя тактика я так замечаю что они кидают в разные углы и синие не получается у синих ловить мяч гангстер мега попытался обмануть и у синие забили гол и счет 64 оп летит 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 так красиво летит нет там было касание земли семь четыре у нас счет уже да ребята тут советуют друг друга не толкаться быть тихими и аккуратными ребят соберитесь все еще возможно решить и развернуть свою сторону очень важна командная игра и чтобы каждый понимал друг друга и свои действия предугал предугадывал наперед да сейчас можно сказать что команда красных играет в меньшинстве потому что у них легионер в минусе и почему-то он продолжает лежать но это от нас не зависит если решил полежать полежи погода хорошая можешь позагорать 7 5 счет потому что был сейчас заступ красной команды игроком ребята будьте внимательны я не знаю как то представляете визуальную эту линию раздела да мы посчитали это легионер поймала наш мяч наш и бросок да не такой бросок это гол это гол до счет 85 антон расскажи ты хотел бы поучаствовать данном конкурсе хороший вопрос если бы я имел небольшие навыки по выигранную в данной игре то почему бы и нет но так с игроками данными скилловыми я еще не играл мне пока что комфорт не сверху на то зрелище смотреть да но скажи тебе часто выпадает задание в которых нужно выполнить именно в этом режиме и меняешь ли ты это и задание или выполняющих задание выполняю и сам охотно играю в принципе в этом режиме тренировал такой более-менее скилл в этом плане и с легкостью могу передать в боевой обстановке пас и доставить мяч ну круто круто я не могу похвастаться тем же потому что ну единственная когда я бываю в этих битвах я выполняю задание а так вот чтобы я просто заходила в рандом и играла нет у меня такого не было не у нас на карте да у нас был пилет все-таки перелетела я так понимаю что все не надеялись надеялись что он не долетит но он долетел и счет у нашего 95 до конца он осталось три с половиной минуты у ребят еще есть шанс но это слишком большой разрыв а там маршал демонстрирует нам такие крутые красавчик вообще на 96 счет да ребят мы поздравляем с этим ким клювом забитым мячом отлично было обманка своих соперников уже не решили что мяч уезжает к себе на базу и тут такой бросок в обратную сторону неожиданный да у нас уже счет тысяч шесть нам подсказывают судьи они следят за это ловит девочка это понимаю но еще ни разу я не видела чтобы она бросала мяч возможно это даже первый раз может быть мне показалось танк маршал забрать по своей тактике но скорпион сломал мяч и следующий бросок вы знаешь антон когда было была первая игра был такой игрок ювентин и мы тогда комментили с ваней и он такие броски совершал что очень крутые такие он обманывал то есть он перебрасывал прямо вот через линию все и меня такое чувство что мы его перехвалили и следующих битвах он демонстрировал ну очень плохие броски то есть свою команду подводил я так думаю что сейчас танку маршала мы перехвалим что насыщий битве он покажет что-то другое гол молодец пока мы до 10 7 артем 10 тем кстати вы можете видеть еще то есть я сейчас на экранах обновляется сразу же тренировал ювентин скорее всего свой скилл в простых боях со своими друзьями может быть но быстро может даже знаешь устал вот этой интенсивной игры в тот момент и потому проиграл до счет у нас уже 11 7 осталась одна минута ребят соберитесь я так думаю что еще можно за эту минутку забить намного больше голов чем 11 зевсова сила бросок я так понимаю танк маршал да поймал его давай танк маршал у тебя получается очень интересные броски забыл вы за своего рода сетку да и засчитали гол потому что выехал сильно он за линию и счет уже 12-7 сейчас поймал гангстер 2 мега будет бросать осталось меньше 30 секунд как что было сосание 12-8 нас уже счет ребята но я хочу полно землю и скопин сразу его подхватил на наши экраны когда было хорошо видно всем секунд куда уводим мяч нет-нет-нет-нет касание 13-8 мы поздравляем команду красных сейчас будет второй раунд правильно сейчас у них также будет время на подготовку анти синих но уже которая будет команда красных время подготовиться ребята думаю соберутся и все у них получится потому что в принципе показали они неплохую игру не очень даже понравилось ну да есть на что посмотреть и возможно на следующий конкурс к нам придут новые лица которые тоже захотят попробовать свои силы и показать свои навыки в данном конкурсе я тоже так уверена просто не было у нас возможности проводить этот конкурс раньше я так думаю что не особо неизвестно пока ребята не знают в фейсбуке у нас не так много подписчиков поэтому ребята дружненько подписываемся на нашу официальную группу фейсбуке следим за новостями обязательно да участвуем во всех конкурсах кстати антон вот ты со мной вот прям такое стечение обстоятельств замечательно расскажи что у нас с промо кодами потому что очень много по этому поводу вопросов именно на трансляциях когда я бываю спаси гола победе админа и так в личные сообщения летят вот расскажи что там сломался рандомайзер фейсбуке но к сожалению для фейсбука рандомайзеров не так много как для вконтакте у нас был один хороший фан-пейдж кармы все вы его наверное знаете с которым мы разыгрывали промо коды но последнее время с ним какие-то технические проблемы есть которые все никак не устраняются и сожалению мы не можем пока что проводить именно розыгрыш промо кодов потому будем компенсировать это угадай промо кодами там где вам нужно просто угадать символ который мы шифруем под звездочкой и кто первый ведет этот промо код тот и получает призы в нем да я так думаю что ребята очень быстро подбирают комбинации или используют все возможные даже какая-то наверное выработалась там техника напечатывания этих пропущенных символов потому что вот я знаю сколько пытаюсь как бы наблюдать все жду что в комментариях кто-то отпишется что вот я выиграл этот промо код там туда-сюда но ребята почему-то у нас активно не пишут в комментариях а хотелось бы но на самом деле в случае угадая промо кода там просто внимательность чуть изучить как идет промо код возможно что-то где-то повторяется против вести это и авось подойдет и заберете приз ну конечно надо подписаться на группу следить за новостями чтобы первыми попытаться выбрать этот промо код когда он выходит да мы заговорили с тобой подписках я хотела бы сказать что обязательно нужно подписываться на наш канал на котором вы смотрите эту трансляцию стрим т.о подписываться на официальную группу т.о. вконтакте и официальную группу нашего канала также вконтакте есть еще группы т.о. в одноклассниках в инстаграме ребят подписывайтесь проходит очень много интересных конкурсов крутыми призами и очень будет обидно если вы пропустите какой-либо интересный розыгрыш вот я всегда со всех аккаунтов своих подписалась на все 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 группы во всех соц сетях и слежу за новостями обязательно лайкаю приходите к нам у нас есть много интересного есть что показать есть что рассказать будет но это была минутка рекламы наших групп и тем временем остается меньше полутора минут до начала нового раунда игроки вовсю тренируются что конечно очень хорошо и возможно это поможет им как синим таки красным победить в следующем раунде да ребят есть пока время собраться собраться и победить вот я болею за команду красных могу тебе сказать честно потому что ну ребята как-то я так думаю что растерялись у них были все шансы победить потому что вот группа синих там где есть и легионер и скорбин и кт я так думаю что ребята все равно на голосе а это рандомные ребята я так думаю у них нет возможности собраться и общаться если конечно они не какая-то группа которая вот мониторит наши конкурсы заходят мне кажется они более рандомные ну я предполагаю что есть конфа как в той так и другой команде хотя при этом сам я не выбираю какую-то либо сторону я за красивую игру и одинаково верю в каждую команду покажите нам класс друзья а да кстати сейчас у меня и оказывал этот результат прошлого раунда если что у вас на экранах сейчас результат обновился мы начинаем новый раунд скорпион бросает мяч первый бросок второго раунда и куда он приземлится прямо на танк маршал танк маршал давай давай сделай это красиво давай 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 поймал легионер мы ждем броска от легионера он так рвется к линии и бросок челленджер забрал мяч ставила смотри какая охватка у наших танкистов а у нас от меньшинстве но я так понимаю что было касание перед тем как матвей забрал мяч потому у нас 10 красные лидируют зашел у нас здесь оси его заменил под 2003 1 0 красные ведут уже один один сравняли ребята быстро сравняли вот этот бросок вот вообще куда а было касание или нет вот сейчас точно было 2 1 2 1 у нас счет красные пока ведут давайте ребята не расслабляйтесь но и синие тоже я так думаю что комбат так плавно вольется в команду синих нормально вот легионер поймал этот мяч и подъезжает к линии бросок посмотрим кто челленджер кто там да танк маршал как всегда забирает мяч отлично игрок следит за мячом и его траектории полета 3 1 3 1 вот знаешь антон я не заметила чтобы ребята передавали мячи друг другу вот в прошлый раз когда мы комментировали танкобол были броски своим тиммейтом то есть а сейчас такого нет то есть ну да сейчас каждый каждый из этих игроков пытается сам забить мяч возможно это даже такая более легкая тактика потому как проконтролировать куда полетит мяч именно к какому тиммейту сложнее но при этом по себе я знаю что игра в пас намного красивее и конечно было бы лучше чтобы они играли в гол 4 1 и кт ушел в минус ушла в минус 4 1 ты у нас болеешь за красную команду и красная команда стала тащить тут что-то нечисто да скорпиона выстрелили я так понимаю бросок там танкомастер будет ловить перелетел 5 1 счет и красный уверенно введут но ребят у вас еще больше 6 минут поэтому не расслабляйтесь от кого-то и заметила был выстрел в скорпион сейчас 5 2 combat как-то неподготовлено совершил этот бросок и так понимаю что он себе забросил возможно он случайно нажал на кнопку сам того не подозревая а вам подсказывают что счет уже 62 хотя честно говоря не заметил когда был шестой гол ударили ребята в линию гангстер мега поймал гангстер 2 мега пропустила еще потом скажет как-то неправильно это пришло ник какой насчет как-то как так ребята собрали вот сейчас мяч улетела сейчас был тоже кул друзья нас обновилась статистика сверху 663 я так понимаю счет потому что сейчас синие кинули красные не поймали они так проводили взглядом этот мяч и сказали хорошей дороге но теперь счет обратно вернулся на 63 уже все хорошо и смотри гошек опять словила в мячик издалека так под искусом летел и все равно такой уже скилл талант ну да знаешь еще есть как бы вероятность таком режиме перевернуться и поэтому но как-то не испугался этого поймала потому что вот команда синих а будучи до этого была команда красных они то есть не переживали переворачиваясь челленджер вновь поймал мяч совершает бросок но там мяч ждет легионер и он его поймал легионер будет продвигаться к линии и бросок легионер повторяет броски маршала все он провизор забирает этот мяч это аут то есть 7 3 7 3 7 3 счет ребята нужно читать все таки правила приходя на данный конкурс этот конкурс проходил не впервые 8 3 счет и возможно у нас даже все нацелено на ничью но не знаю есть еще достаточное количество времени 8 4 у нас уже счет скорпион будет продвигаться к линии бросок ловит они мяч гушка борьба кто же заберет наш танки просто с собой сделали какую-то какую-то поверхность что куда бы мяч не приземлился это точно будет танк да это как будто бы они натянули натянули такое одеяло и ловит этот мяч интересная идея от красной команды сейчас скорпион 3 2 1 забрал мяч было не передать ему касание да счет девять четыре у нас прошу прощения перебила тебя девять пять у нас подказ подсказывает суде счет потому что на линии были мячи возможно вам не так видно хорошо как видно нашим судьям как видно нам но действительно мяч был на линию у нас нет какого-то там умысла какую-то команду засудить или что все честно максимально но я думаю наш оператор показывает самая лучшая кадра для наших зрителей и они даже видят лучше чем мы 9 7 на карте да это думаю что красный как-то ребят у вас есть все шансы сыграть но если вы играете то будет ничья да в этом случае вы получите там по пять тысяч правильно если я помню да конечно по тысячу за целый про абонемент для легенды ого себе целая прошка конечно очень ценный приз и так кто забрал кейт что легионер да мне тоже так перекрыл мячик мое зрение думал все опять легионер забирает но нет возможно это был микро пенс мастер саш кидает вот вот о чем я и говорила 10 7 на карте 10 7 счет уже и 11 7 потому что ребята забрали мяч у игрока который перевернулся в минус ушел и кинули 11 7 но остается полторы минуты до конца нашего турнира на сегодня и время собраться синий команде чтобы вывести свой счет вперед поймал да гангстер 2 мега поймал мяч будет совершать бросок там кейт легионер легионер забрал мяч опять бросок сразу же при получении мяча он его бросает горшек хватает этот мяч горшек вот опасно действует потому что он пытается ловить когда раскачался то есть это опасно уходом в минус легионер вновь поймал мячик мне кажется больше всего мяч всего не было именно у легионера самая полезная группа для команды сегодня и горшек легионер и горшек сам активные игроки в этом плане ну а танка танк маршал мне сегодня со своими бросками 12 7 счет как-то ребята так проводили мяч уже мне кажется они уже плюнули что они не вы стали ловить и прыгать до осталось 20 секунд до конца я так думаю что уже ничего не изменить потому что очень мало времени ну да времени уже никак не хватит чтобы выиграть остается у нас 5 секунд до конца было ли касание мне кажется было вот тени команды скажут мне что нет и итоговый счет у нас 12 7 да это ничья я имею ввиду по раундам это ничья если кто не понял да ребята получают призы по 5000 кристаллов на свои аккаунты мы сейчас уйдем на музыкальную паузу и попозже обязательно вернемся не отключайтесь 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 Продолжение следует...